Добрый вечер, Юля. Сегодня прошла встреча русской общественности с активистами партии ДАМ под предводительством астмы Ахбария Захалки. Очень-очень важная и интересная встреча. Юля, расскажи, что здесь было? Буквально месяц-два, просто с тех пор, как еще практически никто не знал, но меньшинство, только уже самые такие активисты политические знали, что такое ДАМ, и то не очень хорошо. А большая часть населения вообще не знали, о чем идет речь. И вот буквально за вот эти вот полтора-два месяца, и что я сама познакомилась тоже с этими людьми, происходит вот такое вот движение, просто как снежный ком, нарастающая, и это видно и просто чувствуется, ну и фейсбук там, все остальное. Ну и как продолжение вот этого вот именно движения, возникла такая идея организовать встречу именно с русскоязычными ребятами. Что тебя привело в партию ДАМ? И вообще, как она переводится? ДАМ это арабское слово, которое обозначает поддержку, тмиха. Да. И не знаю, честно говоря, исторически не знаю, как сложилось, почему эта партия называется именно на арабском языке, потому что на самом деле партия именно еврейско-арабская. Возможно, чтобы подчеркнуть как-то особое отношение. Вообще партия существует с начала 90-х годов, и в общем, действительно, больше работала на местах, что называется. Вот. Последние вот два года, полтора-два года как-то начались больше активизация такая пошла, да. Я, в общем, как человек, всегда придерживающийся, ну так называемых левых взглядов, не знаю, это левое или правое, понимание того, что нету разделения между людьми на нации, на родности, какие-то такие, те или другие уровни жизни и всё остальное. Нету этого разделения. Это разделение искусственное. Оно создано веками, можно сказать, даже тысячелетиями развивается для того, чтобы просто людьми управлять. Всегда у меня это, в общем-то, понимание было, но как-то я не находила так уж много единомышленников в этом понимании. Также, например, когда вот полтора года, два года назад началось всё это наше движение протеста, я была уверена, я была уверена, что вот сейчас пойдут демонстрации за мир, за объединение, за солидарность. И вдруг я слышу, нет, а нахнуло меда прималь политика, мы не говорим о политике, мы говорим только об экономике. Мне было это просто непонятно, как можно думать, что можно решить какие-то экономические проблемы или какие бы то ни было, культурные, такие ещё всякие разные, без того, чтобы мы, видите ли, затрагивали такую болезненную тему. То, что у нас называется, даже мы не говорили это арабы и евреи, мы говорили политика, даже боялись назвать, обозначить их. Ну да, в то время была такая небольшая сила, единственная, которая об этом говорила, но тогда как-то не очень их узнала. Ну, а именно вот буквально два месяца, полтора месяца назад, как раз-таки благодаря Фейсбуку, на одной из демонстраций, Асма как раз-таки её сняли в ролике в Ютьюбе, очень таком эмоциональном, когда она говорила о том, что не дали подняться арабской женщине, представительнице Даем, мне дали подняться и выступить на митинге, очень важном в тот момент. Как-то тогда я вот поняла, да, вот эти люди. Со временем на одной встрече, посвящённой политике, я познакомилась с ними лично, с Ниром и со Сной, и мы пообщались, и мы оказались соседки ещё плюс ко всему в Яфу, да. И я поняла, что действительно вот это те люди, которые придерживаются того же понимания, что придерживаюсь я, и не просто придерживаются, они могут говорить, могут делать, умеют, тем более Асма это просто харизматичная такая личность, которая действительно может правильно донести все эти темы. И о чём идёт речь? Нету такой силы, на мой взгляд, сейчас в Израиле, политической, которая бы именно представляла антинационалистическую политику. Как да? Нету такого. Есть либо еврейские партии, либо арабские партии, где есть евреи, либо наоборот. А максимум самое большее. А тем более я не говорю про всю основную массу, которая просто, это, конечно, к сожалению, очень удручающее положение. И вот я нашла этих людей, и я вижу, что больше и больше, и больше, всё больше и больше людей их находят, слышат о них и присоединяются. Просто невозможно это удержать. Я полностью с тобой согласна. Ощущение ещё, что Асма очень-очень искренний человек, она верит действительно в своё дело, ей действительно очень важно помочь рабочим, помочь людям, так сказать, умнетённым, права которых не соблюдаются. Скажи пару слов, что ты знаешь, что да, и в принципе, организация ведь это не только политическая, они ещё и действительно борются за права людей в очень разных местах. Что ты думаешь об этом? И может быть специфично, как бы, именно с точки зрения русскоговорящей общины, потому что среди нас очень много людей, которые работают на заводах, права их не соблюдаются. Что ты думаешь? Во-первых, я хочу сказать одно маленькое слово. Действительно, вот ты правильно сказала, что это её действительно волнует. И это первый признак человека, который живёт в новом уже сознании. Потому что она знает, если плохо кому-то, где-то там, чёрти где, плохо мне лично. Я не могу быть счастлива, когда кто-то другой несчастен. Это признак уже человека, который живёт в другом сознании, в другом мире, в другой системе ценностей. Чувствовать, что мы все связаны. Да, да, абсолютно. Это действительно в ней есть, как и вот все люди, которые окружаются, и все люди, которые присоединяются всё больше и больше. Второе, конечно, это очень-очень, вот действительно, когда я стала больше узнавать, стала больше знакомиться, и профсоюзная вот эта деятельность, это действительно какая-то такая борьба. Я думаю, что не слышала я такого, чтобы кто-то вот так помогал рабочим людям. Теперь, не просто рабочим, то, что раньше мы считали, там, пролетариат, да, там, на заводе, с молотом, с реветами, с вами. Сейчас же уже это другое всё. Действительно, рабочие, все уже китайцы, и вот, как вот, да. А люди, учителя, медсёстры, а фрилансеры, которые вообще ничего, да, Аман работают с ними тоже, ну, водители грузовиков, понятно. То есть масса-масса-масса историй. Ну, это всё можно узнать в интернете, познакомиться, не хочу даже сейчас так уж сильно углубляться. Мне, например, лично мне, потому что у меня, мне кажется, очень важная проблема вот это вот отсутствие взаимопонимания между людьми. Мне очень нравится их программа, которой они занимаются с подростками, и арабскими, и еврейскими подростками, программа, идут в школы, сначала по отдельности, арабские дети, еврейские дети, беседы, какие-то различные действия, которые направлены на то, чтобы вообще, оказывается, не знают друг друга, не просто там где-то, в Яфу. Чтобы улучшить взаимопонимание. Дети, которые не знают, да, сначала разговаривали с ними по отдельности, выясняют, что затем встречи совместные, какие-то действия совместные, которые уже, эти дети уже будут другими. Эти дети уже будут другими. И это так просто. Это так просто. В общем, спасибо тебе огромное. Спасибо. Будем надеяться, что всё больше и больше людей будут голосовать за да. Я голосую за да, и я считаю, что это действительно новая сила, совершенно другая. И я думаю, что надо обязательно дать ей шанс. Особенно все те люди, которые вообще не хотят голосовать. Вот эти люди, для них эта партия существует.